И речь идет о том, что надо просто из этого сна проснуться, а не находиться во сне и вот этими концепциями жонглировать и продолжать спать. А проснуться это просто понять, что жизнь не требует никакого усилия. Это единственное счастье, вот счастье, которое ищет человек, не требует ничего. Понимаете, вот я то, что до этого говорил, то есть мы мышление, мы столько привыкли неправильно думать, именно думать неправильно в том понимании, что мы тело, мы человек, вот это в нас. Поэтому отсюда вот видите, сам вопрос, иногда я в этом нахожусь, уже не бывает. Вы все время в этом находитесь, вы от этого не можете, понимаете, вопрос уже неправильно стоит. Естественно, ответ, он будет вас куда-то везти, куда-то в другую, вы уже этим нахожусь. Вопрос только заключается в том, почему вы теряете вот это. Проблемы, знаете, в чем заключается? Проблемы, вот это я. Вот это я, который все время что-то надо делать, обязательно какая-то цель должна быть, обязательно какая-то проблема должна быть. Потому что без этой проблемы, вот этого я не существую. Поэтому это я все время ищет некую проблему, чтобы решать. Вот оп, я хорошо, потом куда-то мне плохо стало, и что это с этим делать? Ну и что, что плохо стало? Все в этом мире временно. Почему это для вас является проблемой? Никакой проблемы нет. Но принять этот факт человек не может, потому что если он это примет, от него ничего не останется. Значит, ничего не надо делать? Да, ничего не надо, потому что то, что надо, через вас само делает. Вот и все. А здесь мне надо остаться самому, чтобы самому решать эти вопросы. Потому что если проблем нет, у меня нет. А я ничего не решаю, просто не чувствую, но это просто... А это не попытка решить. В этом мире ничего постоянного нет. Потому что пока вы найдете решение этому вопросу, этот вопрос сам собой все равно исчезнет. Это все равно пройдет. Сегодня это завтра по-другому будет. Сейчас, если мы найдем выход из этой ситуации, найдется другая проблема. Другая, в другое место попадем. Речь идет о том, что никакой проблемы не существует. Потому что вы не отдельное существо, которое отделено от этого целого и должна решать определенные вопросы. Вы это целое. Для которого ничего не требуется. Оно само все делает. Но это надо видеть самому. Как раз так происходит, что я это вижу, а потом бах, и я вижу, что это не целое. А потому что есть цель. Есть стремление, есть некое желание, есть некое представление, что есть некие состояния просветленности, где вот не должны быть вот так, не должно быть каких-то вот так, не должно быть вот так. Почему вы считаете, что это не может быть? Потому что где-то слышали, что у кого-то не так, он не вовлекается. Вот и все. А он не вовлекается, потому что он перестал считать это вовлечение проблемой. Вот и все. Поэтому это вовлечение потеряло свою силу. Все очень просто. То есть если вовлечение происходит... Вот у вас есть желание, правильно? Допустим, неважно. Пример, у вас есть желание. Как вы слышите? Желание это причина страдания. Надо желаниями побороться. Это все логично, правильно? Желаниями побороться это очередное желание. По большому счету. Это то же самое. Та же самая песня, просто по-другому. А сейчас смотрите. Делайте в желание. Вы негодные, то есть вы с одним желанием закончите, другое еще хуже может, желание возникнуть. Еще сильнее. Дело в том, что кажется, что если вы реализуете свое желание, это даст вам вот эту полноту и удовлетворенность. Вот иллюзия в этом заключается. Что мне кажется, что если я реализую, если я не буду вовлекаться не зная что, мне будет хорошо, мне будет хорошо. Что-то еще хуже возникнет. То есть получается, если возникает какое-то вовлечение во что-то, то и письмо будет? Дело не в этом. Дело в понимании того факта, что ни одно ваше усилие, ни один ваш результат, к чему вы можете прийти, не даст вам эту удовлетворенность. Если вы это понимаете, эти желания теряют свою силу. Если вы понимаете, что это вовлеченность, вовлеченность или невовлеченность, вам ни тепло, ни холодно не сделают, вовлекаться будете, вы не вовлекаться будете, оно силу не будет иметь. Понимаете? Поэтому речь идет о понимании, о просто понимании этого факта. Мы на словах все понимаем, но глубоко как бы в себя не впитываем. Вот ребенка, говоришь, ребенок понимает, но продолжает опять делать то же самое. И мы утверждаем, что значит он не понял, хотя вроде он понял. То же самое здесь. То есть вещи, о которых я говорю, все понимают, нет ни одного человека, который не понимал. Но речь идет, что не понимает именно почему, потому что опять продолжает то же самое. Понять это означает закончить с этим. То есть я понял, если я понимаю, что мне больно, потому что я головой, я в стенку пьюсь, я перестаю пьються. Просто не пьюсь и все, на этом заканчивается. Но если я продолжаю то же самое делать, а как мне от этого избавиться, это означает, что я не понимаю. Поэтому мы опять, видите, возвращаемся обратно. Потому что есть состояние искусственное, а есть состояние естественное, оно не требует усилий. И только вот это естественное состояние, оно полно, оно самодостаточное. Нет другого состояния, которое может даст вам эту самодостаточность. Понимаете? Но так как мы с детства привыкли быть искусственными, кем-то себя считать, вести себя так, как мы считаем правильным, так, как считаем нужным, неестественным. Потому что естественное, оно всегда неизвестно для ума. Это и есть спонтанность, другой спонтанности не существует. Каждый, по сути, спонтанен, но он сам боится этого. Он сам, каждый человек боится своей спонтанности. Понимаете? Он говорит, человеку лучше создать идею, что вот я хочу быть спонтанным, а то, что он уже спонтанен, он не хочет принять этот факт. Потому что он боится этого. Понимаете? Но так как мы этого боимся, так как все время убегали именно от этого, от самого себя, поэтому нам все время надо какие-то проблемы, какие-то вопросы решать. Искать вот то, что у нас есть где-то в другом месте. Все время считать, что есть некая проблема, которую надо решить. Потому что если нету проблемы, нету вот этого я, остается вот эта естественность. Она всегда спонтанна. И ум вот этого боится. Получается, это опять некий образ, вот эта вот невыключенность, спокойность. Да, да, потому что очень многие учения, я вот как раз просто говорю, должно быть вот такое состояние, мысли не должно быть, или покой должен быть. Что означает покой? Я вот сейчас говорю, я в покое. Я могу кричать, я опять в покое. Но вы, никто этого не может видеть, только я могу это видеть. В покое идет ум, спокой. Но природа, она подвижна, она все время двигается, она не сидит в покое. Это форма для того, чтобы проявляться, чтобы действовать через эту форму. Покой не означает, я могу сидеть в горах, и да, это покой. Но если я живу в городе. Покой означает, что мой ум покой. Я молчу. Я нахожусь в покое. Но жизнь через меня идет. Жизнь продолжается. И только в этом случае, когда жизнь вот через эту форму течет, скажем так, естественно. Только тогда вот это состояние, оно и есть блаженство. Оно по сути есть блаженство. Поэтому блаженство это наше естественное состояние. Блаженство именно эта форма, это не счастье человеческое, радость. Нет, блаженство это, я имею ввиду, состояние души, естественно, просто невозможно не вводить. Это не состояние человека. Это наше естественное состояние. Ну да, просто получается, как и чтобы изложить. Чтобы быть счастливыми, чтобы быть радостными, надо усилия прилагать. Потому что это человеческое состояние. А блаженство это состояние именно применяется для души. естественно оно состояние, то есть оно не требует усилия. Это состояние удовлетворенности и самодостаточности. Вот вы когда счастливы, если что вам надо, вроде ничего не надо. Вот это состояние. Когда у тебя происходит увлечение, как раз ум перестает быть спокойным, ему что-то надо. И это видите, опять вроде является для вас проблемой. Я просто это замечаю, что вот это состояние удовлетворенности пропало, пропало и вдруг куда-то там ум стремился, что-то там случилось где-то. Это состояние не может пропасть. Ум создает некое состояние спокойствия, а потом тияет это состояние. И вы бегаете опять, чтобы вернуть в то состояние спокойствия, которое по-любому должно быть спокойным. Понимаете, грош цена тому состоянию, которое должно пройти. Зачем вы пытаетесь вернуть в то состояние, в котором якобы вам было хорошо? Так вот я же про это, что оно вроде не было. Прошло, ну и слава Богу. Вот и все. Получается то истинное спокойствие, спокой ума, которое вы говорите, оно… Маша, естественность, что значит естественность? Естественность. Ну как есть, так и есть. Вот. Как есть, так и есть. То есть ни в чем проблемы нет. Если надо что-то, чтобы было по-другому. Это происходит. Никто не говорит, что пусть идет и идет. Просто речь идет о том, что я перестаю вмешиваться в ход событий, в ход вот этих событий. Но это не означает, что через меня жизнь не может управлять, что-то делать. Она может и оценивать, она может и что-то совершать. Я перестаю это все делать. Понимаете? Она может и бороться, она может миллион вещей делать. Просто вы это видите. То есть ваших это видят. А для других это то же самое. Понимаете? Поэтому легко говорить о неком покое, неком, люди понимают покой. Вот я сижу и все, я в покое. Я и так в покое. Для покоя ничего не требуется. И вы в покое находитесь. Вам просто кажется, что вы это теряете. Потому что вот это всегда вот эти второстепенные моменты в жизни, мы привыкли. Вот то, что на самом деле в жизни не важно, мы всегда ставим на первое место и привыкаем. Вот проблема в этом всегда заключается. Что то, что может хорошо, то, что может действительно иметь некую цену, но оно должно стоять на втором месте. И когда это стоит на втором месте, тогда все правильно. Поэтому теряете вы это состояние, о котором вы не теряете и приведет реализация ваших желаний к чему-то или не приведет. Не надо связывать это с блаженством, вашим естественным состоянием, которое самодостаточное и полноценно. не надо. Вот когда вы с этим связываете, вот только тогда возникает проблема. Вот что и есть проблема. Это просто самообман, когда мы второстепенные вещи ставим на первое место. Вот я могу работать, зарабатывать деньги, но я должен понимать, что это мне счастье не дает. Я могу одеться, обуться, кушать, все. Если я это понимаю, никакой проблемы не существует. Но если я этого не понимаю, если я думаю, что эти деньги дадут мне эту полноту, я начинаю зарабатывать, понимая, что нет, это не дает. Отсюда жадность появляется, еще больше, отсюда все остальное следует. Понимаешь? Это идет от непонимания. Вот и все. Поэтому, если человек просто это понимает, просто это понимает. Понимает означает, все понял и этим закончилось. Никакой проблемы не существует. Проблема возникает, когда я начинаю считать, что вот это должно быть так, мне надо туда, мне надо вот это, мне надо так сделать или это сделать. Вот это потому, что вот это я проблема. Вот это я есть проблема. Никакой другой проблемы. Ни ум, ни мышление, ни ничего. Ни эмоции, ни вовлеченность, ни мышление. И именно это личность не хочет слышать. Именно это, поэтому нужно время, чтобы вот эта личность созвела и пришла до этого места. Потому, что ум все время, изначально, рассчитан решать определенные вопросы и задачи. Это интересно. Вот сейчас, если сказать, для этого надо то сделать. То есть, здесь сразу все на что думать. А, как может это? Интересно это станет. А когда ничего не надо, что-то, что-то. Но зато чувствуете некое другое состояние тут же. Это чувствуется, это передается. Это состояние удовлетворенности. Вы должны это чувствовать. Если вы не чувствуете, значит смысла не было сюда приходить. Поэтому то, что я говорю, сегодня вы можете, через пять минут можете забыть. И в этом никакой проблемы нет. Это все ерунда на самом деле. Вот это состояние, перебивание в естественном состоянии. Поэтому я все время пример привожу, что если человек боится, вы с ним в этот момент общаетесь, вы чувствуете. Этот страх передается вам. Если человек там, допустим, радостный, это тоже, это все передается. Поэтому эти встречи нужны не для того, чтобы что-то из этого вынести, унести, что-то понять. А именно просто прочувствовать вот этот момент. Вот именно вот этот кайф просто жизни в своем естественном состоянии. Потому что это передается. И все. Это находится за пределами... К этому невозможно прийти, это просто прямо сейчас уже в присутствии. Просто когда мы находимся в определенном, допустим, в неком пространстве, когда речь идет о таких вещах, когда мы об этом говорим, общаемся, это просто чувствуется. Это просто... Получается, мы приходим к ассану, подзаряжаемся. Вот в коллеге. Уходим, разрываемся и какие-то следующие ассанки? Нет. Это ослабляет просто вот эти... Ну, теряет силу, думаю, слова. Если вы реально, допустим, как сказать... Если вы реально, вот это, допустим, для вас открывается, хотя бы какой-то гновей, неважно, какой-то промежуток, это тут же вот эта сила, вот эта ума, вот эта иллюзия теряет силу просто. Вот как свет, вот свет... Когда есть, темноты нет. Темнота — это отсутствие света. То же самое здесь. Когда вы естественны, вы же вопрос не решили. Вы ни один вопрос сейчас не решили, но вопросы куда-то исчезли. То же самое, как свет. Свет же ничего не делает, чтобы тьмы не было. Просто своим присутствием вот эта тема развеивается. То же самое здесь. Если есть одно измерение жизни, где мы все время вопросы решаем, есть измерение жизни, где мы просто естественны, и вопросы куда-то исчезают. Мы их не решаем, их просто нет. Они не существуют в этом измерении жизни, где мы естественны. А быть естественным — этому невозможно научиться. Но это единственное, что мы можем делать. Просто быть собой для этого усилий не требуется. Чтобы быть с кем-то, надо что-то делать. А быть собой никакого усилия не требуется. Не надо никем становиться, никуда идти. И только тогда вы чувствуете, что на самом деле изначально, можно сказать, Богу всегда даровано было вот это состояние. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok